Как служить мужу как Богу, поскольку очень много унижений и оскорблений доводит до смертельных эмоций, проживает в ужаснейший ад и каждый день смотрится на веревку и сарай. Это адская боль. И что же такое посмотреть, чтобы любить безоценочно даже его унижение? И при этом я не хочу на это издевательство смотреть, не знаю, что мне делать. Это 25 лет ада. Двое жен, четверо детей и 25 лет ада. 25 лет. Еще не так много. Все дело в том, что вот то, что вы называете вот этим искажением, которое возникает, как некое отражение, оно возникает для вас только. Потому что это то, что как раз и происходит во сне, то есть кармическое взаимодействие. И по карме вам является именно такой муж, который начинает вам зеркалить ваши искажения. Он неосознанно это делает, он ничего не может с этим, ну, поделать никак. Потому что он вообще не виноват, конечно, никто не виноват, никогда. Потому что если это происходит так, то это говорит лишь о том, что тот, кто поступает как-то, как якобы, как будто бы не принимается кем-то, да, еще. Он поступает так просто потому, что не может поступать по-другому. Не может. Кармические движки заставляют возникать этим взаимодействием. Такова природа сна. Поэтому, когда вы видите искажение в ком-то, разворачивайтесь в себе, да, к себе, и ищите это у себя. То есть, вернее, даже не ищите, а примите это как свое, потому что это ваше. И приняв это как свое, напряжение прекратится, потому что вы всегда видите искажения во внешнем только. А эти искажения на самом деле существуют внутри вас. Потому что то, что внутри, то, что снаружи, не отдельно. И не имеет разности. Понятно? Поэтому, в первую очередь, нужно это все принять. Абсолютно принять. То есть, позволить этому происходить. Позволить спокойно. Без сопротивления принять это, понимаете? Потому что ведь говорится же об этом, что если есть хоть что-то, вообще хоть что-то, что вы не принимаете, значит, вы не освободились. Значит, сон продолжается, понимаете? Значит, иллюзия жизни продолжается. Значит, не возникло пробуждения. И тогда некоторые задают вопрос, ну как я могу это принять? Это же вообще ужас тихий. А вот так устроена эта иллюзорная нереальность. Понимаете? То есть, что я тоже могу так же издеваться над кем-то, да? Это надо делать. Чтобы мне это есть, что я могу издеваться? Дело в том, что вы, если это кармическое, да, для кого-то, то вы неосознанно будете издеваться над ним. Ну, как бы издеваться, понимаете? Как бы издеваться. То есть, на самом деле, что такое? Они говорят, ну, он курит траву, она говорит. А что в этом такого, допустим? Ну, почему ты не можешь это принять? Подождите, мне кажется, разные вещи принять и позволить. Одно и то же. Одно и то же. Позволение всему быть – это божественное качество, которое, ну, проявлено Богом. То есть, Бог позволяет всему быть таким, какой оно есть.